Привет! Настало время Photoshop и с вами я, Ирина Франк. Еще больше уроков вы найдете на photoshop-time.com, где дело изучения Photoshop и ретуши увлекательным, простым и понятным. А сегодня я покажу вам 5 методов Dodge & Burn. Метод Dodge & Burn очень популярен, и каждый профессионал использует для него разные методы. Это не значит, что есть какие-то хорошие или плохие методы. Нужно просто подобрать один из методов, который будет вам, именно вам наиболее удобен и наиболее удобен для выполнения тех задач, которые вы должны сделать. Итак, переходим в Photoshop и посмотрим, какие у нас есть варианты. Первый и очень простой способ – это использование нейтрально-серого слоя. Я удерживаю клавишу Alt или Option нажатой и кликаю по иконке создания нового слоя. В появившемся окне я пишу название – Dodge & Burn. Выбираю режим наложения Soft Light. Кстати, вы также можете выбрать режим наложения, к примеру, Overlay, но тогда эффект будет в разы сильнее. И теперь я активирую заливку нейтрально-серым цветом и нажимаю ОК. Теперь мне понадобится кисть черный или белый цвет. Черным цветом я буду затемнять, а белым – осветлять. Кисть должна быть мягкой. Flow – нажим 1-5%. Dodge & Burn – это многоуровневый процесс. Есть локальный Dodge & Burn, Contouring и есть Macro Dodge & Burn. Это когда вы ретушируете на уровне пор. Для примера я просто удалю несколько пятен. Итак, я беру кисть белый цвет и прохожусь по темным пятнам, которые нужно осветлить. Если мне нужно затемнить, то я соответственно беру черный цвет и прорисовываю по тем областям, которые слишком светлые и выглядят как светлые пятна. Итак, я удалила несколько пятен, чтобы показать вам, как потом выглядит слой. Итак, это было до, а это после. Еще раз до и после. Давайте посмотрим, как выглядит этот слой. Мы видим множество белых и черных штрихов. Обычно, когда показывают этот метод, то как затемнение, так и осветление делают на одном слое. Проблема возникает тогда, когда сделал ошибку и ее нужно исправить. Чтобы исправить ошибку, вам нужно взять... Давайте я покажу на примере. Верну обратно. Режим наложения. Смотрите, к примеру, я сделаю что-нибудь неправильно. Допустим, чересчур сильно осветляю вот это место. Понимаю, что я сделала ошибку и мне нужно это убрать. Мне понадобится нейтрально-серый цвет. Чтобы получить нейтрально-серый цвет, мы выставляем цветовой тон 0, насыщенность 0 и яркость 50%. Получили нейтрально-серый цвет. Флоу я делаю повыше и закрашиваю постепенно, пока не получу нужный мне результат. Если я выставлю флоу на 100, то я полностью могу убрать то, что я нарисовала. Все это хорошо, но есть НО. Если вы делали, к примеру, локальный Доченберн, то область осветления и затемнения, они маленькие и могут лежать очень близко друг к другу. А значит, у вас возникнут проблемы, когда вы будете удалять, к примеру, только затемнение или только осветление. Это значит, что вы уберете также часть того, что не нужно убирать. Просто иногда, если мы посмотрим на этот слой, я усилю контраст, чтобы было виднее, что я здесь рисовала. Иногда эти области, светлые и темные, лежат очень близко друг к другу. И из-за этого очень трудно их аккуратно убрать. Что делать в этом случае? Что делать в этом случае? В этом случае я советую создавать два слоя. На одном вы будете осветлять, а на другом затемнять. К примеру, я создаю слой Dodge, осветление в режиме наложения Soft Light или Overlay, не важно. Нажимаю ОК, копирую этот слой, называю его затемнение, Burn. И теперь, если мне нужно что-то осветлить, к примеру, вот это пятно под глазом, я хочу осветлить. Я беру белый цвет и рисую по слою Dodge. Flow уменьшаем. И рисую по слою Dodge, чтобы осветлить вот это вот темное пятно. Если я хочу что-то затемнить, например, вот здесь, я беру черный цвет, активирую слой Burn и уже затемняю нужные мне области. Таким образом, у вас получается отдельное осветление, отдельное затемнение, и если вам нужно будет что-то убрать, то у вас есть больше шансов убрать все это аккуратно. Второй вариант, самый, наверное, распространенный на данный момент, это Dodge и Burn с помощью кривых. Я создаю две кривые. Первую кривую я выгибаю вверх, называю ее Dodge, осветление. Активирую маску слоя, инвертирую ее, Ctrl-I, Command-I. Вторую кривую я выгибаю вниз, называю ее Burn, затемнение, инвертирую маску слоя, Ctrl-I, Command-I. В этом варианте нам понадобится кисть и белый цвет, так как мы будем рисовать по черной маске. Если я хочу осветлить, то рисую по маске Dodge и осветляю. Если я хочу затемнить, активирую маску слоя Burn и затемняю. Давайте что-нибудь здесь осветлим или затемним. Уменьшаю Flow до 1%, кисть должна быть мягкой. Активирую слой Dodge и прорисую по вот этим складкам, чтобы сделать их менее заметными. Если мне нужно что-то затемнить, то я активирую слой Burn и затемняю. В этом методе мы сразу делаем разделение слоев на затемнение и осветление. То есть, внести корректировки будет очень легко. Для этого, кстати, как внести корректировки. Давайте я сделаю какую-нибудь ошибку, осветляю вот эту область. И чтобы ее подкорректировать, беру черный цвет. Мы же работаем с маской. А значит, с помощью черного цвета мы можем что-либо спрятать. И рисую поверх той области, которую нужно подкорректировать. Еще одним плюсом является то, что яркость эффекта я могу регулировать с помощью кривой. Я могу усилить эффект. Смотрите. Если я уменьшаю, обратите внимание, что происходит, когда я двигаю кривую вниз или вверх. То есть, мы можем усилить эффект, либо уменьшим. Уменьшить. Когда нам нужно лишь легко пройтись, допустим, по коже, убирая какие-то пятна, то стоит не увлекаться этим эффектом. Если мы рисуем, допустим, по одежде, то можно кривую выгнуть немножко побольше. То же самое касается затемняющей кривой. Мы можем сделать эффект слабее или сильнее. Это было до, а это после. Еще раз до и после. Помещу эти два слоя в одну группу. И мы переходим к третьему способу. Третий метод, который появился не так давно, является вариантом второго метода. Я создаю группу и называю ее дочь. Осветление. В этой группе я создаю кривую. Выгибаю ее вверх. И теперь кликаю по маске и перетягиваю ее на группу. Инвертирую маску. Ctrl-I, Command-I. Теперь я копирую эту группу. Ctrl-J, Command-J. Называю эту группу Burn. Затемнение. И выгибаю кривую вниз. Теперь у нас есть две группы. Dodge и Burn. Осветляем и затемняем мы, как и во втором методе, используя кисть белый цвет и маску. Я активирую маску Dodge. Беру кисть. Flow 1%. И точно так же рисую по каким-нибудь темным пятнам, осветляя их. Допустим, вот так. Аналогично с Burn. Активирую маску группы и затемняю какую-то область. Я думаю, здесь все понятно. Естественно, возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, отличие от предыдущего способа? Зачем все это нужно было делать? Иногда во время затемнения или осветления насыщенность цвета повышается. Давайте что-нибудь осветлим или затемним значительно так, чтобы у нас что-то произошло с цветом. В этом случае я могу создать в группе, в данном случае Burn, затемнение, слой Hue Saturation, световой тон, насыщенность. И уменьшить насыщенность. Либо подкорректировать цвет. Я создаю в этой группе кривую и корректирую цвет. Допустим, добавлю немножко больше желтых оттенков. Для примера. В этом случае мне абсолютно не нужно думать о маске. Маска у нас вот, маска группы, и все слои, которые находятся в этом группе, подчиняются этой маске. В принципе, все то же самое можно сделать и во втором способе. Давайте вернемся к нему. Я отключаю эту группу и включаю то, что мы делали до этого. Активирую маску слоя Burn и давайте затемним какой-нибудь участок. В данном случае я буду использовать Clipping Mask, обтравочную маску. Я состою все тот же слой, Hue Saturation, световой тон, насыщенность, как обтравочную маску к предыдущему слою. Для этого я либо нажимаю на вот эту иконку, либо удерживаю клавишу Alt или Option нажатой и кликаю между этими двумя слоями. Теперь я уменьшаю насыщенность. Смотрите, видите, я уменьшаю насыщенность. При этом насыщенность меняется только для областей, которые я подкорректировала с помощью слоя Burn. Она не меняется для областей, которые я подкорректировала с помощью слоя Dodge. Смотрите, эти области не поменялись в плане насыщенности. Но те области, которые мы ретушировали с помощью слоя Burn, у них теперь убавилась насыщенность. Если сравнивать два последних способа, то особой разницы лично я не вижу. Мне проще использовать второй способ. Это были три основных способа Dodge & Burn. Три самых, наверное, популярных способа Dodge & Burn. А теперь я покажу несколько способов для ленивых. Я создам новый слой. Назову его Dodge. Беру кисть. Белый цвет. И я увеличу флоу немножко. Я порисую по областям, которые я хотела бы осветлить. Допустим, по вот этим областям. Я думаю, для примера этого хватит. Двойной клик на этом слое. Открывается окно стилей слоев. Нам понадобится функция Blend If. Теперь мне нужно вернуть тени и частично темные области. Я удерживаю клавишу Alt или Option нажатой и разделяю вот этот черный ползунок на две части. передвигаю его направо и сама в это время смотрю на фотографию, чтобы видеть какой эффект получается. Пока остановлюсь здесь. Теперь я могу передвинуть вторую часть ползунка и нажимаю ОК. Это было до, это после. Еще раз до и после. Силу эффекта вы можете подкорректировать с помощью Fill. Вы уменьшаете Fill и за счет этого можете приглушить этот эффект. Кстати, то же самое можно сделать и с помощью кривой. Я создам кривую, выгибаю ее вверх, инвертирую маску Ctrl-I и Command-I, беру кисть, белый цвет и пройдусь по тем же самым местам. я буду осветлять те же самые места, что и в прошлый раз. Двойной клик на этом слое. И теперь я точно так же возвращаю тени. Удерживаю клавишу Alt или Option нажатый, разделяю черный ползунок, перевожу его часть направо и теперь вторую часть ползунка я могу тоже передвинуть направо. Все время смотрю на изображение, чтобы видеть, что происходит с этим изображением. Нажимаю ОК. И силу эффекта мы можем еще немножко уменьшить, если это надо, с помощью Fill. Это было до, а это после. Еще раз до и после. Аналогично работает и затемнение. Если вы затемняете, то вам конечно же давайте я создам новый слой. затемним какие-нибудь области. Двойной клик на слое. И в этот раз мы разделяем белый ползунок. И корректируем силу этого эффекта. Все. Ну что ж, давайте я покажу последний способ для ленивых. Я создаю кривую. Будем осветлять. Выгибаю ее вверх. Инвертирую маску слоя. Ctrl-I, Command-I. Все то же самое, что мы делали до этого, только с небольшим отличием. Беру кисть белый цвет, осветляю какую-либо область. Давайте вот эти три области возьмем, как в прошлый раз, чтобы было похоже. Вот так выглядит сейчас моя маска. Теперь я иду Image, Apply Image. Все настройки оставляю как они есть по умолчанию. Layer, Merge, канал RGB, режим наложения Multiply, непрозрачность 100%, Invert, не активен, нажимаю ОК. Маска теперь выглядит вот так. Обратите внимание, это уже не белый цвет. Видите, вот у нас тут появились реснички, структура кожи видна. Силу эффекта вы можете менять с помощью кривой. Я выгибаю ее лишь немножко наверх, чтобы осветлить нужные мне области. Теперь давайте затемним. Я создаю кривую, выгибаю ее вниз. Я специально выгибаю немножко больше, чтобы видно было, где я что делала. Инвертирую маску слоя Ctrl-Ai, Command-Ai, беру кисть, белый цвет и давайте затемнем для примера вот эту тень на плече. Я опять иду Image, Apply Image. И в этот раз активирую Invert. Нажимаю ОК. Маска выглядит вот так. Посмотрите. Теперь силу эффекта я могу регулировать кривой, а также, конечно же, могу подкорректировать маску, взять черный цвет и пройтись там, где я залезла на какие-то области, которые не должны быть затемнены. с помощью последних двух способов вы сможете сделать что-то типа контуринга для ленивых, но локальный дочинберн это когда нужно брать пятна на коже, которые визуально делают кожу неровной. Этого вы сделать этими двумя способами не сможете. Поэтому вам придется присмотреться к более профессиональным способам. Если вам понравился этот урок, то ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. А я жду вас на следующей неделе. Пока-пока!